Алексей Русских открыл заседание штаба по комплексному развитию региона с вопросов о ситуации по коронавирусу. В регионе фиксируется более 600 заболевших ковидом в сутки. Вопрос запаса коек в госпиталях находится на контроле регионального Минздрава. Прежде всего, учитывая рекомендации Господа и надзора и осторожно оптимистичного прогноза, мы не стали продлевать нерабочую неделю. Но введен ряд дополнительных мер. В частности, с понедельника мы ввели на территории области систему QR-кодов. На территории региона в ежедневном режиме продолжается соблюдение санитарных правил среди граждан, в организациях и в транспорте. За минувшую неделю было составлено около 2000 протоколов об административных правонарушениях. Это почти в два раза больше, чем недели ранее. Необходимо сказать, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и указом губернатора 26 октября, в период с 30 октября по 7 ноября данные мероприятия были усилены. Во всех органах исполнительной власти были созданы дополнительные рейдовые группы. В муниципальных образованиях количество рейдовых групп было увеличено. Большинство организаций с пониманием отнеслись к требованиям, установленным на времени рабочих дней. Однако некоторые предприниматели и представители бизнеса пошли на нарушение действующего указа. Помимо ресторана «Ума» были и другие нарушители. Мероприятия проводились в таких заведениях, как Логово енота, Иллюзион, Панда. Также по всем этим заведениям сейчас в полиции совместно с муниципальными органами власти отрабатываются материалы для привлечения как владельцев данных организаций, так и посетителей к административной ответственности. За период нерабочих дней государство окажет предпринимателям ряд мер поддержки. Так, например, в определенных сферах бизнеса установлены соответствующие выплаты по одному МРОД на каждого сотрудника. Продлена программа так называемая ФОД 3.0, где предприниматель может получить на 18 месяцев кредит под 3% годовых из расчета также умноженного на одного сотрудника, умноженного на 13 месяцев. Таким образом, и там есть отсрочка платежа на первые 6 месяцев, как по основному телу кредит, так и по процентам. По решению губернатора, объект общественного питания Ульяновской области откроет свои двери для посетителей уже 12 ноября. Вход будет по системе QR-кодов. Залы можно будет заполнять на 50%. Мы надеемся, что в ближайшее время эта сфера деятельности, как и ряд других, например, бани, сауны, аквапарки, тоже смогут работать в формате QR-кодов. Надеемся, и сегодня коллеги на штабе нас поддержат тоже. Надеемся также на поддержку губернатора о том, чтобы данные сферы в ближайшее время смогли уже предоставлять свою услугу в формате QR-кодов. С 8 ноября все детские сады в Ульяновской области работают в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. В школах региона с 8 по 14 ноября проходят каникулы, объявленные взамен тех, которые были запланированы с 22 ноября. Все вузы перешли на формат дистанционного обучения. Дополнительное образование обучающихся осуществляется пока в дистанте в течение вот этой недели с 8 по 14 ноября. И с 15 ноября мы планируем дополнительное образование осуществлять малыми группами, либо один человек и не более 10 человек в подгруппах, что в принципе соответствует нормативам. На заседании также обсудили подготовку региональных дорог к содержанию в зимний период. Коснулись вопросы роста заработных плат на предприятиях и доложили главе региона о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве Ульяновской области. Валентина Ніконова, Данил Сурков, Улправда ТВ.